Давайте начнём. Хорошо. Ну что ж, я сначала коротко расскажу, кто я такой и как я вообще на эту статью выпал. Ну, сразу заранее извиняюсь, возможно, у меня не самый научный стиль изложения. Я очень давно не выступал на научных семинарах, по обычным разработческим конференциям ходил, но постараюсь в целом придерживаться некого более строгого стиля, чем обычно. Итак, я в целом свой рассказ базирую большей частью на статье, которая вынесена в заголовок. Где-то весной этого года, наверное, был март, я как раз очень-очень сильно интересовался сам вопросом, как бы мне построить различные архитектуры для Computer Vision домена, не использующие Batch Normalization. И почему, об этом я скажу чуть позже. Как мне, собственно, в Google мне попалась статья, очень свежая, она буквально за пару недель до этого была выложена на архив, где, собственно, говорилось о том, что вот, пожалуйста, создано семейство новых моделей, которые называются NFNET, соответственно, набор архитектур, которые, даже не набор, а, наверное, семейство моделей, подчиняющиеся одной единой идее архитектурной, которые бьют существовавшие на тот момент, на март 2021 года, статус за арт-модели, то есть непосредственно в области Computer Vision. И даже более того, можно сузить по достижению метрики топ-1 accuracy на известном датасете ImageNet. Я, опять же, допускаю, что слушающие сейчас не слишком сильно сосредоточены именно на этой области, поэтому какие-то вещи я буду говорить, исходя из того, что, возможно, вы свернули с области Computer Vision несколько лет назад, и сейчас на этом как-то сильно концентрируетесь. Соответственно, когда я разбирался с этой статьей, оказалось, что, естественно, это тянет с собой ссылки на предыдущие работы, тянут с собой ссылки на другие предыдущие работы, где-то нужно было отрезать этот скоп, чтобы получить некое замкнутое представление о том, что происходит, хоть сколько-нибудь компактное. Мне, как мне кажется, удалось это сделать, оно, однако, не ограничивается непосредственно одной этой статьей, и вот следующий мне Алексей сказал, что у меня есть до 90 минут, я прям все 90 минут использовать не буду, но, возможно, где-то около часа это все потребует. Итак, я буду рассказывать в том числе о техниках, которые были показаны в этой статье, но у меня будет некая предыстория, которая нас подведет к тому, как мы в 2021 году оказались в такой точке, когда можно выкинуть так называемую бач-нормализацию. Коротко расскажу про себя. То есть я не являюсь ресерчером, у меня нет научных статей, но я их читаю уже достаточно много лет, я читатель. Соответственно, и применитель этих статей, то есть я работаю с какими-то архитектурами, я их имплементирую, и вот непосредственно в последние полтора года я работаю в JetBrains над фреймворком Kotlin.dl. Это верхний уровень фреймворка а-ля Keras, поверх TensorFlow низкоуровневого API, и на данный момент в качестве, скажем так, первого набора моделей, которые там поддерживают, это модели, которые завяжены на Computer Vision. Самые классические, начиная с классических LNAT-ов, и, собственно, заканчивая, сейчас работаем на поддержку семейства EfficientNet, самых свежих, скажем так, стоит тут оверт модель на середину 2020 года. А тут вот выходят еще более интересные новые модели. И, соответственно, мне приходится читать такие статьи, какие-то архитектуры тоже имплементировать самому, но непосредственно получением новых научных результатов я не занимаюсь. Соответственно, я следил в течение какого-то времени, скажу честно, где-то там до пандемии, я достаточно подробно читал статьи, связанные с Computer Vision, тоже строил какие-то такие модельки, а потом как-то пандемия началась, я потерял какой-то фокус, и вот, соответственно, через год вернулся посмотреть, что там произошло. И вот последние статьи, которые относились к 2020-2021 году, было видно, что они все подчинены некоторым единому паттерну. Очень много и в интернете, и в твиттере шуток на подобную тему. Как выглядит типичная статья, наверное, вообще в целом по DL, ну и в частности по Computer Vision. То есть выходит некоторая архитектура, по ней строится некоторый набор моделей разного размера, разной емкости в частности. Большинство из них основано на так называемых residual connections, всемирно известный разнет. Обычно они варьируются по некой глубине, по некоторой емкости и пытаются достичь той же точности, чаще всего это топ-1 accuracy на ImageNet. Не обязательно это чисто распознавание изображений, это может быть, например, детекция объектов на Coco датасете и так далее. Но суть в том, что чаще всего они меряются именно по старому, доброму распознаванию изображений, на котором еще AlexNet 9 лет назад побеждал. И, соответственно, вот мне как человеку, который разрабатывает фреймворки, а не имплементирует, не создает новые модели, мне с самого начала, вот сколько раз я не брался, у меня это не первая итерация, мне с самого начала мозолил глаз слой под названием batch normalization, его двойственность в вычислениях. Особенно до тех пор, пока появились, скажем так, фреймворки, которые включают в себя много готовых слоев, в частности, Keras, который интегрировался в TensorFlow, и обертки поверх PyTorch, какие-то типа как Lighting или как, например, Catalyst, где уже есть какие-то готовые вещи. Вот этот вот batch norm приходилось, например, делать руками, имплементировать, и вот эта его двойственность вычислений, отдельный режим вычислений для Training Mode, отдельный для Inference Mode, вот он немного мешал. И он, в частности, мешает мне и сейчас, при имплементации Kotlin-DL. Аналогичная судьба постигает, в частности, и так называемый drop-out, одна из ранних техник по регуляризации, тоже известная еще, по-моему, с 2012 года, который тоже является такой урезанной версией в плане имплементации batch norm. У него есть особый режим для Inference, очень простой, и чуть-чуть особый режим для тренировки, где дропается несколько нейронов, и вам нужно определенным образом это все обработать. Соответственно, разрабатывая Kotlin-DL, я столкнулся с следующей проблемой. То есть у меня была практическая, на самом деле, проблема. Я столкнулся с тем, как он, собственно, выглядит. У меня есть набор низкоуровневых операторов TensorFlow, у них есть CIPI, и мы его оборачиваем на Kotlin. И у большинства операторов есть градиенты, а у оператора batch norm градиентов нет. После того, как я имплементировал, воспроизвел его на других, то есть не было этого готового оператора, написал его руками, я столкнулся с тем, что там нужно использовать операторы некого ветвления для переключения между режимами. Но для операторов ветвления тоже не оказалось градиентов, и добавить их руками в очень быстро не представляется возможным. Это нужно патчить сам TensorFlow, много-много там разрабатывать. Эта работа тоже ведется, но это не делается быстро. И, соответственно, хотелось предоставить пользователям какую-то возможность для, скажем так, избегания взрыва градиентов, не используя batch norm для тренировки моделей. Вот эта вот гипотеза, собственно, она меня куда-то сюда и привела. Я обнаружил целую ветку исследований. То есть ребята занимаются, ну, ребята, ученые-мужи, уже в течение двух лет бьются над этим вопросом, много экспериментируют и применяют много последовательных техник, которые позволяют, скажем так, эмулировать batch norm, но несколько иными методами. Более местами дешевыми способами. Алексей, простите, что перебиваю. Можно же задавать вопросы как-то походу? Да, давайте. Поясните, пожалуйста, все-таки, что вы имеете в виду, когда говорите, что у batch нормализации нет градиентов? Я имею в виду, что, грубо говоря, я могу использовать готовый оператор из TensorFlow для того, чтобы запустить forward mode, условно говоря, вычисление впрямую. Но у этого же оператора, если мы попытаемся его встроить в нейросеть и начать обучать параметры, сам TensorFlow, тот, который мы оборачиваем, его CIPI, не питоновский, он выкинет ошибку, что градиенты не поддерживаются. В случае Keras, например, эти градиенты написаны на питоне и определенным образом регистрируются внутри. И вот эта миграция постепенная, то есть C API по сравнению с питоном, оно не такое полноценное. Оборачивать питон мы решили это не делать, а вот C мы оборачиваем, это стандартный такой интероп из Java, из Котлина. И вот это, скажем так, наша прикладная проблема, собственно, которая и вот эту ветку во мне начала. В этом плане, нет, конечно, их можно определить как-то. Проблема в том, что нет, скажем так, дырочки в API, которые позволяют их напрямую зарегистрировать, например, из Котлина, как это сделано в питоне. Там вот есть некоторая разница. Хорошо, то есть проблема именно техническая. Техническая в реализации, да, это не значит, что мы не можем определить, да, градиенты для бач-норма. Спасибо, хороший вопрос на самом деле. Наконец-то сменились слайды. И, собственно, вот эта вот статья, на которую я наткнулся, она открывалась вот с такой вот прекрасной диаграммой. И надо сказать, что, опять же, замечено по современным статьям или постерам всегда вот последние два года приводится вот подобная диаграмма для Computer Vision, это вот почти 100%, где строится некая последовательность моделей, которая определенным образом доминирует предыдущую последовательность State of the Art моделей. Обычно по оси Y откладывается топ-1 или топ-5 accuracy, чаще всего топ-1, да, в случае, например, определения каких-то изображений. А по X вот та метрика, которая авторами оптимизируется в конкретном исследовании, и она может варьироваться от случая к случаю. И, скажем так, не всегда вот тоже вот это семейство моделей, о котором я буду говорить дальше, оно лучше во всех смыслах и во всех метриках, отложенных по оси X. Но вот в том исследовании, которое публиковали авторы, собственно, подразумевалось, к примеру, по оси X, время, потраченное на тренировку на одном, например, батче, определенного размера на фиксированном девайсе. То есть, условно говоря, исследователи оптимизировали время тренировки, они хотели сделать его поменьше. Относительно этого сравнивали, например, две модели, скажем так, схожего размера или схожей емкости. И, опять же, как сопоставить две модели, назвать их схожими, не всегда это можно в одном смысле сделать, можно в другом, и об этих смыслах мы тоже поговорим. Но, тем не менее, представленное семейство NFNET, это было семейство моделей, которые, скажем так, тренируются быстрее и одновременно имеют более высокие точности для сопоставимых моделей, например, семейства EfficientNET, которое являлось в течение 2020 года одним из лучших. То, как получено было семейство EfficientNET, тоже отдельная и забавная история. Возможно, вас обескураживает подобный график в вашей доменной области, он не встречается. Если, например, в случае Computer Vision вы остановились где-то на ResNet, и дальше вам это было неинтересно, собственно, моя цель сегодня в том числе немножечко заполнить и этот пробел. Я его для себя заполнил и хочу в том числе и вам немножечко помочь. Впрочем, прошло всего 6 лет с момента выхода ResNet. 6 лет в карьере ученого это не очень много. Обычно это выход нескольких статей, и только-только разобрался, вот уже прожила целая эволюция, если ты не скользишь, так сказать, по краю. Немножечко эволюции. Я надеюсь, вы тоже обожаете рассказы в духе от простого к сложному. И здесь эволюция будет происходить вдоль вот такого интересного графика. Это график с одного известного сайта, где выкладываются результаты различных моделей на разных датасетах. Здесь мы видим тот же самый топ-1 accuracy по оси Y, а по оси X мы видим время. И мы видим, что постепенно от модели к модели в задаче распознавания изображений на ImageNet постепенно accuracy прирастала. И до 2016 года, скажем так, оно росло большими скачками по 5-10% за год, то есть от соревнования к соревнованию. А вот где-то с 2016 года уже идет битва за проценты, уже за десятые доли процента, а симпатически приближаясь примерно к 95%, что это даже к 93%, я бы сказал. При этом Human Rate Error, она была уже побита в 2015 году, по-моему, в InceptionNet, если я не ошибаюсь. То есть речь не идет о соревновании с человеком как таковым на ImageNet. То есть модели, роботы уже соревнуются с роботами на данный момент последние несколько лет и пытаются побить друг друга. Это тоже важно понимать. И вот в скобочках я, скажем так, в характеристиках бач нормализации и так называемых Skip Connections, которые были впервые введены в ResNet. И вот где-то с начала 2021 года, как мне кажется, это доминирование начинает потихонечку истончаться. Хотя, конечно, еще не закончилось. Самое смешное, что когда я подал заявку Алексею, на тот момент NFNet была стота. За стекшие два месяца она перестала быть уже ею, но все еще находится в тройке. То есть в EfficientNet испугались, кое-что подтюнили. Это была то ли эта же команда, то ли соседняя в DeepMind. И они немножечко продвинули свои модели, возможно, дотренировав их на каком-то внешнем датасете. Я вот еще не смотрел ту последнюю статью, скажу честно. И как бы NFNet уже скинули с парохода современности. Но я думаю, что их потенциал не исчерпан. И вот мы сегодня посмотрим, почему он не исчерпан и какие там еще есть точки расширения. Я не буду лезть прямо в основы конвалиционных сетей. То есть я думаю, Линет все знают, Алекснет, Разнет и так далее. Я хочу поговорить о том, что началось в 2015 году и длилось, например, до 2019 года. Вот эти первые четыре года я лично решил наименовать как эра человеческой архитектуры, ограниченного перебора архитектур, когда еще люди что-то сами дизайнерили. Что как бы подразумевает, что после 2019 уже не люди это делали. Так вот, первые несколько лет до этого вообще CNN были как шампур с надетными шашлычками. То есть там не было никакого ветвления, отклонения от какого-то генерального курса. То есть даже не игра в дифференцирование, просто столбик, по которому мы просто идем назад. И все очень просто. Потом, когда началось некоторое ветвление, вычисления усложнились, но общая концепция и фреймворки для автодифференцирования работали. Тут никаких проблем нет. Другой вопрос, что, например, к 2020 году иногда изобретаются такие операторы, что, например, не все там может быть, скажем так, так сходу продифференцировано. Некоторые производные нужно определять руками или даже где-то, может быть, через какие-то разностные схемы вводить. То есть разные могут быть интересные вещи. Я вот смотрю, мелькаю в последних архитектурах. Сам вопрос введения новых операторов, некоторые из которых еще дискутируются, могут ли быть дифференцируемы, скажем так, прямыми методами или обратными, он возникает так или иначе в последних статьях. Однако вот подобные сети, о которых я говорил в предыдущей эпохе, не могли быть достаточно глубокими. Чтобы нарастить емкость, способность запоминать больше, они становились все шире и шире, тяжелее и тяжелее. Финальные данные слои содержали миллионы параметров на ровном месте. Вычисление обучения таких сетей было очень-очень тяжелым. И перенос, например, на мобильные девайсы был значительно затруднен. А вот где-то с 2015-2016 года первые модели начали портироваться на мобильные девайсы, и там совершенно не было никакой возможности, даже если у тебя была легкая синяя архитектура с небольшими фильтрами, если в конце лежат два очень толстых данных слоя, каким-то образом с миллионами параметров прогонять через него даже небольшого размера фотографии было достаточно затруднительно. Соответственно, нужен был какой-то плюс еще способ не дать затухнуть сигналу, позволить ему распространяться дальше, облегчить сами архитектуры, заменить последние вот эти вот хвосты из нескольких данных слоев чем-то более простыми. И вот тут появились резидиал-блоки, где у нас есть некоторый основной путь вычислений и некоторый обходной путь для прорастания тоже наших вычислений. Я сейчас не буду долго совдаваться, я думаю, где-то вот в этой точке она точно всем знакома, и вы в разных архитектурах это используете. Гораздо интереснее, что было потом. Буквально сразу же вводятся так называемые bottleneck-резидиал-блоки, которые использовали очень интересные конволюции с двух краев от стандартной конволюции 3х3, скажем так. В чем была особенность? Особенность была в том, что в первых конволюциях часто были фильтры размером 7х7, 5х5, в крайнем случае 3х3. И они часто имели некоторые интерпретации, пришедшие еще до диплёрнингового распознавания изображений. То есть там были, например, четкие фильтры. Из нолики, единички, нолики в три столбика. Или наоборот, в три строчки. Они были нетренируемыми, четко определенными, позволяли нам выделять некоторые границы. Потом постепенно таким фильтром обучались сети. Мы смотрели на них и говорили, ага, они похожи чем-то на то, что уже человечество знает при обработке изображений. Кажется, это может быть как-то интерпретируемо. Вот эти вот блоки небольшого, скажем так, размера 1х1, эти странные сверточные слои, по сути, состоящие из пиксельных фильтров, выступали не только в качестве конволюционных слоев, они выступали в качестве своего рода пулинга. Плюс в это время начали появляться новые метрики, связанные с пересчетом, с предсказанием на мобильных устройств, с инференсом на них. И с точки зрения, например, того, какая модель хорошая, стали появляться метрики, в которых подсчитывали не количество параметров модели, а, например, количество операций умножения сложений, так называемых multiple add, или еще того больше, неких теоретических флопсов, тоже завязанных с предыдущей метрикой, но иногда чуть исправленных. И, собственно, один на один конволюции особенно активно стали применяться в архитектурах под мобильные устройства. И вот это самое первое изменение этого residual connection, связанное с его оптимизацией под вычисления, оно очень важно, потому что дальше все изменения идут в этом направлении, по большей части. Кроме того, ученые, вдохновленные использованием один на один конволюции, решили заглянуть внутрь самих конволюций и попытаться изменить там что-то. Например, уменьшить снова количество вычислений, разбив это на два этапа. Так появились DeFi Convolution и DeFi Separable Convolution, которые состояли, по сути, играли ту же роль, позволяли обрабатывать, скажем так, отдельно по каналам некоторые вычисления. Я сейчас тоже не хочу вдаваться в подробности формулы. Суть в том, что количество операций порой сокращалось в 5, 7 или 10 раз по сравнению с использованием стандартного Convolution двухмерного, например, слоя. Где-то в 2015 году почти одновременно с Разнетом, буквально сразу же или параллельно с ним, я точно уже не помню даты, появился Inception модуль, и он тоже выиграл очень много соревнований сразу же. И в нем была идея такая, что если мы возьмем Residual Block и попытаемся как-то усложнить, сделав в нем больше путей, передать чуть больше информации, например, попытаться схватить, например, границы чем-то одни, попытаться какие-то локальные фичи посчитать как какой-то другой сверткой. И всех их вместе совместить. Чем-то напоминает ансамбль конволюции, но при этом они все такие слегка неоднородные, и вот эти размерности часто возникали из-за того, что нужно было согласовать отдельные веточки с друг другом, и конкретные Inception модули, они очень аккуратно создавались дизайнерами на первых этапах. Но вот я бы сказал, даже интуитивно, порой по некоторому озарению. Но вот этим интуицией и озарению довольно быстро на смену пришли, знаете, своего рода рациональность и механистичность. Вот задумались, к чему этот ручной тюнинг, к чему эти случайности. Давайте делать все пути распространения сигнала однородными. Пусть каждый путь будет одинаков, и мы будем, по сути, варьировать только количество подобных путей. И так появилась следующая архитектура, ResNext, некоторые улучшения ResNet, в котором появился дополнительный параметр под названием Cardinality, количество вот таких вот путей. При этом я бы не сказал, что вычисления прям значительно облегчились, но тем не менее мы могли уже регулировать, например, количество путей вычислений в качестве некоторого гиперпараметра. И на разных, скажем так, датасетах или сабсетах ImageNet разное количество путей давало разной акуресии. Не всегда можно было сказать, что однозначно 16 путей – это самая лучшая архитектура. Как это было в случае, например, первых ResNet. Там ResNet 50, ResNet 18, ResNet 34 и так далее. И несмотря на то, что, по сути, ResNet уже сам был по себе упомянутой модели, первым семейством моделей скроены по одной мерке. Даже если посмотреть в исходный код ResNet, там видно, что там идет выделение отдельных блоков, дальше они объединяются в некоторые стейки. И дальше, например, в том же коде Keras или в коде PyTorch можно увидеть, что, по сути, архитектура определяется некоторым набором верхнеуровневых гиперпараметров. Мы сдаем некую глубину, повторение блоков и так далее. Вот именно на ResNet особенно хорошо проявилось, при добавлении вот этого третьего измерения Cardinality, в виде введения параметров архитектуры, например, ширины, глубины, Cardinality или чуть позже Resolution. Оказывается, то, с каким размером снимка мы можем работать, тоже может быть гиперпараметром и тоже может влиять на некоторую финальную точность модели, например, в зависимости от тех вычислительных ресурсов, которые у вас имеются. Кроме того, параллельно с тем, как одной командой развивались ResNet модели и топология сети, скажем так, усложнялась в ширину, а одновременно прорабатывалась следующая идея. А что, если у нас, вот мы сделали некий переход от Sequential модели к Residual блокам, а что, если у нас сигнал может передаваться не через некий блок только, а, например, передаваться через все точки соединения этих блоков, или, например, условно говоря, во все слои, или, может быть, из каждой точки сочленения не только вперед, но еще, может быть, и назад. Экспериментировалось в тот момент с разными сочетаниями множества архитектур. Так родились так называемые Dance Nets. Не путайте, пожалуйста, с MLP. То есть это не значит, что они состояли из Dance блоков. Это был где-то середина 2018 года, наверное. То есть там внутри честные convolutional layers. Просто, я бы сказал, все соединены со всеми. Но что произошло в конце 2018 года? То есть это вот еще те архитектуры, которые люди собирали руками сами. Но к концу 2018 года одна за другой стали выходить статьи от Google и других лабораторий, не только от DeepMind, но и от других коллективов, которые стали показывать всему миру, что, в общем-то, внутри уже у себя они начинают использовать так называемый AutoML для дизайна архитектур нейросетей. И вот в этот момент конкретно в Computer Vision, я думаю, еще все-таки не во всех разделах Deep Learning, условно говоря, в Computer Vision наступила эра AutoML. Что она за собой повлекла? Я думаю, что в этот момент очень сильно конкурентное преимущество при создании новых моделей, именно вот в этот момент, получили именно большие лаборатории в больших компаниях, которые опирались на огромные бюджеты для перебора, собственно, всех этих гиперпараметров. Пришла эпоха больших батальонов, условно говоря, то есть DeepMind, Facebook Research AI и так далее. Они, имея огромные бюджеты, могли позволить себе довериться, скажем так, роботу в переборе, сначала в простом брутфорсе, потом в более зрелых каких-то методах. И они пришли таким образом на новом этапе, на этапе дизайна нейросетей, к автоматическому подбору гиперпараметров, как и в классическом ML, например, 5 лет ранее, который может быть сформулирован в качестве задачи двухуровневой оптимизации. И, соответственно, потом, чуть позже, они перешли к некоторому автоматическому дизайну поисковых пространств, как таковых. То есть, если сначала это были очень такие осторожные попытки, я вот покажу на примере, например, так называемого подхода нас, то в конце и на данный момент это уже еще более интересные вещи, которые относятся к созданию целых миров поиска. Соответственно, у меня есть одно размышление на эту тему, о котором хотел с вами поделиться. Вот компьютер-вижн, на мой взгляд, достаточно уже зрелая область. Там уже очень много сделано. Очень видно, что в каком-то смысле в статьях часто переливается не из пустого в порожнее, скажем так, реально инновационные подходы приходят сравнительно редко и часто опираются на тот же классический резнет. То есть, конечно, может быть, трансформеры всех снесут, уже сносят, но это еще не факт, они еще поборемся. Соответственно, AutoML, на мой взгляд, наступает тогда, когда основные прорывы уже совершены, борьба идет за последние проценты. Я это переживал, как я уже сказал, с классическим ML 5-7 лет назад. Я думаю, это доберется до других разделов Deep Learning, по мере накопления знаний, понимания того, какие архитектуры стоялись, что в них будет варьироваться. Вы можете со мной быть не согласны, конечно же, но вот в каждой такой доменной области нужда в большом количестве именно ресерчеров, которые варьируют классические архитектуры и статей, она отпадет, и многие вещи будут решаться за счет перебора State of the Art моделей, благо они уже в хабах заимплеменчены очень сильно. А разрыв между новичками, которые только входят и корпорациями с фиксированным бюджетом, он, конечно, будет возрастать между теми, кто может себе перебирать гиперпараметры, между теми, кто себе может позволить тренировать GPT и так далее. Но не будем о грустном. Давайте про AutoML. В чем заключаются новые принципы в AutoML-эре? Сами архитектурные трюки становятся не так важны, на мой взгляд. Они просто заимствуются из предыдущих эпох. Мы перестаем думать о том, как конкретно дизайнерить конкретные блоки, конкретные коннекшены. Нам достаточно взять старые трюки, сделать их гиперпараметрами новых мета-алгоритмов. И, например, именно так и появились герои, которые были побиты при помощи NF-нетов. И речь идет о семействе EfficientNet. Товарищ, я бы сказал, на любой вкус и цвет. Собственно, что происходило здесь? Было взято три классических параметра. Ширина модели, глубина модели и входящее разрешение изображений. И была попытка ввести некоторый единый коэффициент масштабирования моделей для балансировки всех этих трех показателей между собой. То есть был введен, грубо говоря, единый степенной множитель, варьированием которого можно было получить целое семейство моделей, в котором одновременно растут ширина, глубина и резолюшн, условно говоря. И это семейство моделей, построенных достаточно эффективно, как по флопсам, по количеству миллиардов операций, так и по количеству параметров, било все предыдущие семейства моделей на тот момент, то есть на середину 2019 года. Самое главное, что из этих картинок, вы чувствуете, начинает возникать, как обычно, задача многокритериальной оптимизации. Что есть хорошая модель? В каком смысле? А что, если эти графики не так красиво будут лежать, а где-нибудь пересекутся? А где здесь стоит остановиться? То есть может быть на какой-то точке перегиба и равновесия где-то между моделями B4 и B5? Я не скажу, что здесь применимы точные модели, точные методы решения задач многокритеральной оптимизации, но поставить их определенным образом можно. И вот для создания этих сеток использовали так называемый Multi-Objective Neural Architecture Search или сокращенно NAS, Neural Architecture Search. В данной ситуации оптимизировали Accuracy и Flops с параметром, который отвечал за некоторые трейдов между ними. Вот я сказал, некоторые множители. Такой поиск сначала дал EfficientNet B0, то есть модель, которая на графике вот этой красной линии, вот где-то слева. Соответственно, выглядели непросто. То есть внутри были конволюции, несколько блоков а-ля BatchNorm, Convolution BatchNorm, Activation Layer и так далее. В конце было несколько конволюций один на один, простой пулинг, Global Average Pulling и один слой Dense, то есть финальный слой по количеству классов ResNet. При этом эти же методики были опробованы для скейлинга и ResNet, и MobileNet. Везде были хорошие улучшения получены. И при этом это был еще очень-очень-очень-очень простой подход. То есть мы всего лишь один гиперпараметр интегральный тюнили. При этом везде получили SOTA, причем SOTA получили не только на ImageNet, но еще и на нескольких популярных датасетах, начиная от CIFAR, заканчивая уже задачами для Object Detection, например, типа того же какого, при существенно меньшем количестве параметров, чем предыдущие SOTA. То есть все это еще и позволило резко сэкономить количество параметров, но не количество вычислений все-таки, оно не радикально снизилось. Я буквально два слова хотел сказать о классической задаче тюнинга гиперпараметров, которая дальше будет фигурировать в том или ином виде. Если вдруг по какой-то причине вы на нее еще не обращали много внимания, то я вкратце скажу. По сути, она может быть сформулирована в качестве задачи двухуровневого программирования, или, скажем так, B-Level Optimization Problem, где оптимальные параметры на, например, тренировочном множестве, они у нас зависят от верхних уровней каких-то гиперпараметров. Соответственно, мы можем по-разному эти вещи решать. То есть мы можем попытаться зафиксировать какой-то параметр и получить для него решение задачи низкого уровня, вернуться с ответом и построить одну точку на графике для задачи верхнего уровня. Есть много методов эвристических для решения подобных задач, и многие из них основаны на идеях, пришедших к нам из выпуклого программирования. Проблема ровно одна. Дело в том, что чаще всего ландшафт лос-функции у нас не является выпуклым. И, скажем так, некоторые подходы, они, конечно, применимы, но применимы скорее чисто практически, чем теоретически. То есть некоторые вещи доказать про них совершенно сложно, а порой и невозможно. Но, тем не менее, не работают. Про некоторые из этих методов я поговорю. В частности, я знаю, у нас существует прекрасный семинар по RL, я тоже на него ходил, хотя я в этих технологиях чуть меньше разбираюсь. Но, тем не менее, он тесно приплетается и с классической оптимизацией. Поэтому он в том числе применим и для решения, в каком-то виде применим, для решения задачи двухуровневого программирования, где на нижнем уровне у нас лежит задача просто тренировки нейросетей как таковой. В качестве, например, однократного ответа среды, в качестве реварда мы можем рассматривать accuracy. Я понимаю, что сейчас некоторые вещи покажутся странными, если вы никогда произвольно не строили такие архитектуры и делали это руками. Но, предположим, я думаю, вы сталкивались с тем, что вы меняли, например, тип активации или инициализации. Вот это легко считать гиперпараметром. Или, к примеру, число нейронов в слое, например, ширину модели в каком-то смысле. Но что если мы само число слоев назовем гиперпараметром? Или число блоков? Или число ветвей? Почему бы нет? Или некую скалируемую ширину модели, скалируемую глубину? По сути, мы можем определить пространство поиска, набор изменяемых параметров. При этом они будут иметь либо дискретную природу, либо, знаете, такую непрерывную, но которую можно дискретизировать, например, шагом 0.1. То есть, я бы сказал, не по-настоящему непрерывную. Можем оценить на то, насколько хороша получена модель, определив эту метрику хорошести, как я уже сказал, в зависимости от архитектуры. У нас сегодня это все время будет топ-1 accuracy на ImageNet. Но это не обязательно так. Это может быть какая-то очень сложная метрика. И у нас вот она получается с предыдущих слайдов двухуровневая задача подбора гиперпараметров. И есть много способов решения. Может быть, это грубый перебор, но согласитесь, если у вас там не два параметра, и у них там не два значения, это 3, 10, 15 параметров, и у них там на сетке даже пускай десятки, значений, вам надо их всех перебрать, но это очень дорого. Соответственно, появляются разные способы, как это сделать. Можно использовать классический random search, можно использовать эволюционные алгоритмы, можно использовать байсовские методы для оценки, можно использовать, например, мне очень понравился, собственно, подход, который используется в NASE. Это давайте мы определим количество, скажем так, возьмем какой-то бейзлайн и определим количество улучшений этого бейзлайна как некую последовательность. За последовательность у нас отвечают кто? У нас отвечают RNN за последовательность. Давайте мы такую RNN определим, которая будет у нас некоторые последовательности генерировать. А вот, например, ее веса мы будем добавлять при помощи reinforcement learning. Ревард у нас уже определён. Я не буду вдаваться в формулу, как там именно reinforcement learning. Сейчас, простите, я про этот контроллер забежал немножко вперёд, рассказывая. Суть примерно следующая. У нас есть некоторый search space. Все возможных архитектур, которые только можно придумать. Из него есть некоторое подмножество архитектур, которые определённому паттерну поднадлежат. И дальше мы пытаемся делать некоторые, стартуем из некоего начального состояния, делаем какие-то изменения, оцениваем, насколько эти изменения хорошие. Можем сразу оценивать, можем построить несколько архитектур, оценить их вместе, если они одно из семейства, и возвращаем этот некоторый ответ. И дальше делаем следующий какой-то шаг по выбору из этого пространства, по некоторым законам. Можно, как я сказал, последовательно, а можно более хитро. Вопрос, можно ли построить дифференцируемую модель поиска, это хороший вопрос. Кажется, можно, но очень тяжело. По крайней мере, создатели NASA на этот вопрос, NASA, Neural Architectural Search, они не отвечают чётко в своей статье, они просто применяют RL. Соответственно, в чём идея? Говорят, давайте мы задизайним некий общий скелет. Это была идея в статье 19-го года. Он будет состоять из некоторых двух типов ячеек. Normal cell и Reduction cell. Они повторяются много-много раз. И пускай нам Neural Architectural Search позволит создать дизайн этих ячеек, то есть дизайн отдельных ячеек и их количество будет задаваться, условно говоря, оптимизироваться в ходе работы алгоритма, в ходе работы, например, такого контроллера, собственно, RNN. И так оказалось интересным, что задизайнерены таким образом ячейки, на мой взгляд, оказались не самыми человека созданными, не самыми human created в каком-то смысле. То есть предыдущие ресерчеры создавали, на мой взгляд, более однородные, более простые ячейки, такие, которые похожи на то, что может стать человеком. Это тоже похоже на то, что может стать человеком, но чем-то нечеловеческим от них уже как будто бы веет. Но, может быть, я себя пытаюсь в этом убедить. Однако мне импонирует не только подобный подход, основанный на RL. Как я уже сказал, я небольшой специалист в этом, поэтому мне пока не очень сильно импонирует, но надо разобраться. Мне импонирует другой подход в использовании эволюционных алгоритмов. Они тоже напрашиваются. Это отличный инструмент решения задач двухуровневого программирования. Эволюционные или генетические алгоритмы, я думаю, многим хорошо знакомы. Это стандартная эвристика для решения задач оптимизации, в том числе дискретная оптимизация, не обязательно дискретная, можно непрерывная. Соответственно, подобный алгоритм очень хорошо параллелит с этим, они мне нравятся. И тренировка одной сети, если она у вас не занимает все выделенные ресурсы, а лишь часть, то в случае утилизации, например, всего кластера, очень удобно разбрасывать тренировки сетей и тренировать их в параллели, чтобы получать значение фитнес-функции. Значением фитнес-функции здесь может являться тот же самый топ-1 accuracy метрику, который мы получим для конкретной сетки. Идея в том, что те изменения, которые мы к базовой популяции моделей можем применить, они каким-то образом могут иметь смысл, могут наследоваться, могут определенным образом скрещиваться между собой, мутировать. Представьте себе две нейросети, которые обменялись активациями, к примеру, или обменялись, например, дизайном блоков. Очень интересные какие-то вещи, можете себе представить. И Google тоже выпускал статью в конце 2018 года по поводу evolutionary auto-email. Очень классная статья. Там начиналось все с очень классической архитектуры, которая давала очень маленькую accuracy. Она состояла сначала из input, глобального пулинга и output. И постепенно путем определенных мутаций, crossing-over и прочих вещей, и selection, и немножечко элитизма, мы получили в конце концов достаточно сложную структуру, которая смогла достичь 90% accuracy на image net. Очень интересная история. И надо сказать, что здесь reinforcement learning и evolutionary методы, они идут пока ноздря в ноздрю. То есть нельзя сказать, что есть какой-то однозначный лидер в плане исследования пространства. Я бы сказал, я даже порадовался бы за эволюционный алгоритм. Они не всегда хорошо стреляют в HPO задачах. Но вот тут, видимо, пространство поиска такое, в котором недостаточно хорошо работает. Эти признаки имеют смысл наследовать, скажем так, те, которые так или иначе выявляются. И вот в ходе, например, evolutionary методов появился другой класс моделей, который очень в тему называется amoeba net. Вот здесь уже вот эта вот наэволюционировавшая ячейка чем-то, с одной стороны, напоминает то, что было в efficient net. Ой, простите, не в efficient net, а в том, что появилось парочку слайдов назад. То, что я описывал в качестве, скажем так, некоторых странной ячейки. Здесь она еще более странная. Здесь тоже идет чередование normal cell и reduction cell. Между ними немножечко по-другому идут соединения. Эти соединения, сами соединения, кто с кем соединяется, они не подвергались эволюции. То есть они, к сожалению, были задизайны как есть. Я считаю, тут еще есть что поменять. И вот эти amoeba net, они некоторое время тоже держались в качестве state of the art, являясь, по сути, уже частично, по крайней мере, полученными в ходе вот этого поиска neural architecture search. Но только при помощи эволюционных методов, а не при помощи reinforcement learning. Соответственно, все очень здорово, но где же статья, о которой я обещал эти речи? Да дело в том, что все эти подходы в ней используются. То есть нам было бы сложно перейти к ней сразу, если бы я вам сейчас не рассказал все предыдущие моменты. То есть было бы многое непонятно, как мне кажется. Как и мне было многое непонятно, когда я ее читал. Соответственно, есть одна вещь, которая не меняется совершенно. Вот в этих вот reduction cell, normal cell, вы уже, наверное, догадались, что это за вещь. Это batch нормализация. Она почему-то считается сама собой разумеющейся. Наверное, без нее совершенно никак. Давайте разбираться, в чем дело. Все началось с того, что у нас стали взрываться градиенты. У нас очень стала колебаться дисперсия. Сейчас я где-то, наверное, не очень точно математически выражаюсь, но это то, что мы видим. То есть в какой-то момент ты начинаешь тренировать сеть, у тебя ползут какие-то значения лосс-функции, которые постепенно начинают уходить на переполнение чисел, и все, тренировка закончена. С этим можно как-то бороться. Для этого изобретали прикольные инициализаторы. Постаралось очень много людей. Но все равно для достаточно глубоких сетей эти инициализаторы не работали. Они не позволяли действительно хорошо удержать дисперсию на каждом слое. Не позволяли, скажем так, слоям выучивать друг относительно друга корректные распределения и прочее. Соответственно, во время обучения слои, они же должны постоянно адаптироваться к новому распределению своих входных данных. Оно же меняется. И вот в процессе обратного распространения ошибки вес каждого слоя обновляется. И чтобы приспособиться к направлению уменьшения функции потерь, мы предполагаем, как будто другие веса у нас не меняются. И вот проблема в том, что все эти веса обновляются. Они обновляются одновременно, они как будто танцуют одновременно и не могут друг за другом угнаться. И вот в этом большая проблема. Батч-нормализация, вот эти простые формулы, которые были везде внедрены, они как бы все это решают. То есть мы берем батч, вычисляем на нем средний, вычисляем на нем сигму, применяем ее к входящим данным, и как бы все хорошо. Можно этих батч-нормализаций. Я видел в EfficientNet их просто из 300 слоев до половины – это батч-нормализации. И, соответственно, это львиная доля во флопсах, в вычислениях. Это одна из серьезных проблем. То есть батч-нормализация дорогая, дорога в масштабах. То есть нельзя ее вставить один раз где-то. Она нужна практически после каждого слоя. Нам нужно какое-то сопряжение. А если у нас там 200-300 слоев, то это очень-очень много. Хочется очень дешево сделать вдвое меньше флопсов. Ну или, может, на 30% меньше. Плюс у батч-нормализации есть проблема. Она все-таки немножечко ломает предположение, нарушает независимость обучающих выборок в мини-батче, условно говоря, который мы берем. Плюс есть проблемы, как я уже… Сейчас они стерты, но были проблемы с реализацией, когда ты делаешь, например, это все руками или дистрибьюти-тренинг, если ты не используешь, например, хоровод или какие-то продвинутые фреймворки для распределенного обучения, то ты должен за батч-нормализацию местами делать ручками и раскидывать батчи корректно. Вот эта распределенная имплементация сетей с батч-нормализацией достаточно трудная. Плюс, как я уже сказал, это требует двух специфических режимов в случае тренинга, в случае инференса, когда вы разрабатываете фреймворки. Вот последние две проблемы, они, конечно, больше относятся ко мне, чем к ученым, которые используют эти слои как готовые. Но, мне кажется, первый аргумент, он достаточно серьезный по поводу вычислений. Мы все хотим маленькие модели, мы все хотим, чтобы на мобильных устройствах все вычислялось достаточно быстро. И вот идея статьи, о которой я дальше буду больше рассказывать, чем в предыдущем, в предыдущей половине своего доклада, она заключалась в том, что мы хотим взять все бенефиты и попытаться эти бенефиты по одному как бы реплицировать в новой архитектуре, не используя батч-нормализацию как таковую. Но вот тут возникает вопрос, действительно ли у нас это получится. Попробуем посмотреть, какие же бенефиты у нас есть. Во-первых, батч-нормализация выступает в качестве нормализации, скажем так, и масштабирования residual branch. Нам нужно каким-то образом в этой остаточной ветке поменять масштаб активации, который получается. Нам нужно стабилизировать градиент на ранних этапах обучения, что позволит нам, собственно, строить более глубокие сети. Плюс нам нужно сделать то же самое, что делает батч-нормализация очень хорошо. Она у нас нивелирует так называемый меньшифт. Я думаю, многие знакомы с этим эффектом, в Relu нетворком. У нас Relu кое-что искажает за счет своей антисимметричности. Ну и подобные ей функции, которые до сих пор достаточно широко используются, и ее модификации в том или ином виде. Несмотря на то, что в ее модификациях типа Elu, Selu и так далее, как-то с этим борются, но тем не менее есть определенная проблема. И хочется вот этот меньшифт тоже побеждать. Плюс батч-нормализации хороший есть регуляризирующий эффект, за счет которого удалось избавиться от дропаута во многих местах. Плюс батч-нормализация позволяет нам, она сглаживает определенным образом ландшафт функции потерь и позволяет нам брать больше размер пакета, делать больше шаги при обучении и так далее. Соответственно, нам надо что-то с этим сделать. И вот ученые, которые занимались этим вопросом, они сделали несколько последовательных шагов. Сначала они попытались ввести некоторый множитель, который, скажем так, мог масштабировать Residual Branch. Они назвали его, условно говоря, Альфа. Он работал, это был некоторый Learnable Scalar Multiplier, который сначала инициализировался у них нулем и дальше определенным образом тренировался. Похоже, как тренируемые параметры в батч-нормализации, только эта вещь является, условно говоря, слоем с одним параметром. То есть все намного проще и не зависит от конкретного батча, который к нам приходит. Это первое улучшение. Условно говоря, некоторый скалярный множитель. Запомним его. Второе улучшение, которое работало с мин-шифтом, это была попытка сдвинуть веса. То есть возьмем любой слой и попробуем в нем определенным образом сдвинуть веса при помощи техники, которая называлась Scalette Weight Standardization. Была, кажется, в 2019 году предложена и потом немножечко улучшена. Причем мы вычисляем некоторые μ, некоторые σ, но вычисляем мы их по строкам весов, условно говоря, в матрице, в нмерном тензоре весов. Все это намного проще. То есть перед нами этот тензор весов, и мы его там вычислили, отмасштабировали наши веса и двинулись дальше. При этом вводился некоторый множитель. Очень интересно, что он подбирался тоже оптимальный для каждой архитектуры сети. Позднее от него отказались. Например, здесь приведен множитель справа. Он был специфический, например, для EfficientNet. Однако это не давало семейство моделей, которые бы били EfficientNet. То есть они были сопоставимы по accuracy, они были лучше по времени тренировки, чуть-чуть хуже по флопсам, но все же не намного лучше, чтобы получить сото, чтобы прославиться, прогреметь. И это все были изыскания, опубликованные в 2020 году. Что было сделано в 2021 году, в последней статье, которую я читал. Что было там сделано? Там был добавлен еще один масштабирующий множитель. То есть в начале нашего Residual Branch добавлен альфа, в конце бета. И бета он больше завязан на дисперсию. То есть мы имеем в начале и конце блока два скейлера, два лучше, чем один. Можно их по отдельности потренировать. У нас степеней свободы немножко больше. Стоит это все еще дешево, тренировку двух дополнительных параметров в плане метрики количества параметров. Однако работает достаточно эффективно. То есть с задачей масштабирования он справляется неплохо. Дальше мы сохраняем то же самое масштабирование весов. Единственное, что получается, из-за вот этого масштабирования весов стандартные слои, например, Convolution 2D или Average Pooling, может быть, какой-то, они в стандартном виде неприменимы. Нужно писать их модификации. Про это я скажу чуть позже, про написание этих слоев. То есть это требует некоторой доработки конкретных слоев. Ты не можешь взять Keras или какую-нибудь библиотеку поверх Джакса. Какие там сейчас... Я забыл. Хироку? Нет, не Хироку. Забыл, в общем, название библиотеки, которая поверх Джакса имеет слои. И взять их как есть. То есть слои, скорее всего, придется дописать самому. Вот эти формулы, конечно, неуловимые, не напоминают batch-норм. Только мы как бы в одну технику раскладываем масштабирование, в другую технику мы уносим победу над меньшифтом. Дальше, это было неожиданно для меня, когда я читал статью, я чуть не заплакал, друзья мои. Я увидел, что в качестве регуляризатора, нам же нужен эффект регуляризации, вернули дропаут. Здесь мы видим репродукцию картины возвращения блудного сына. Мы так давно не видели дропаут, а он вернулся. Извините, я не удержался, я сделал мем. Я старался не делать для выступления мемов, но здесь просто не удержался и сделал. Больше не будет, честное слово. Я не был рад его возвращению, потому что это означает все равно два режима для тренировки инференса, но все-таки это попроще. Все-таки там градиент какой-то отдельный писать не надо, и все будет работать из коробки в случае Kotlin. Однако он был не один, он пришел с другом, который называется стахастическая глубина. То есть в случае дропаута, мы помним, удалялись отдельные нейроны. То есть мы прореживали в слое, например, в данном слое, отдельные нейроны и тренировались, например, без них. В итоге мы получали что-то вроде ансамбля сетей, которые у нас в итоге в инфинс режиме что-то предсказывают. А что, если мы будем варьировать не количество нейронов в слое? Что, если мы будем отключать не отдельные нейроны, а целые блоки, целые слои, целые группы, может быть, блоков? Это очень интересная техника. Я не вижу ее прям широчайшего применения, хотя мне кажется, очень интересно. Я планирую поработать в том числе над ее имплементацией. Мне кажется, она должна быть, у нее большое будущее. Суть в том, что если мы не только просто будем отключать слои, мы будем их отключать еще с благой целью. То есть в случае тренировки мы будем тренировать сеть меньшего размера. То есть если мы отключим достаточно много, например, половину всех слоев, то мы получим сеть вдвое меньше, вдвое меньше флопсов. Соответственно, в случае, например, инфинс режима мы будем гонять полную сеть. В итоге мы получаем, например, берем какой-нибудь первый мини-батч, тестируем ее на одном наборе блоков, тренируем на одном наборе блоков, берем второй мини-батч, чуть-чуть на другом наборе блоков, где-то есть пересечения, где-то нет, третий мини-батч и так далее. Все это вместе объединяется и имеет определенный регулирующий эффект с некоторым множителем, который, скажем так, тоже может быть тренируем, например, процент отключаемых блоков или как часто должны эти блоки идти. Тут целое, понимаете, пространство для поиска того, как должны отключаться эти блоки. Статья, статья, понимаете, может быть написано. Соответственно, таким образом мы достигли уже трех преимуществ из четырех. Но что касается тренировки на больших батчах. Мы хотим делать большие шаги, мы хотим иметь большой learning rate на первом этапе, мы хотим тренироваться на больших батчах, потому что, как нам кажется, это позволит нам быстрее сойтись, да и в целом можно получить определенный эффект за счет, скажем так, некоторой векторизации и прочих продвинутых техник, уже связанных с выполнением в рантайме. Есть много стандартных техник, которые ведут себя лучше, чем простой SGD на больших батчах. Это momentum, gradient clipping и, например, адаптивные градиенты в духе Адама или нормализующие оптимизаторы, целое семейство таких оптимизаторов типа Lars или даже методы второго порядка, я не знаю, кто-нибудь работает с ними сейчас или нет, типа Kefi AX, я не помню, как точно это читается, но я видел такие методы. Я с ними сам никогда не работал, но мне кажется, их очень сложно имплементировать и они немножко не ложатся в стандартную парадигму дифференцируемых фреймворков, но не суть. И вот в данной работе, о которой я говорю, была сделана попытка использовать и адаптацию из Адама, и клипирование сразу вместе. И получилась новая техника, которая называется Adaptive Gradient Clipping. И вот она была использована, чтобы тренировать NF-неты с большими батч-сайзами. В чем суть? Суть в том, что в классическом отсечении мы имеем некое пороговое значение для отсечения, там сверху, снизу или какой-то процент. Авторы обнаружили, что вот NF-нет, который они строили, сначала они взяли классический клипинг, но они поняли очень быстро, что они слишком чувствительны к выбору вот этой вот лямбды, к этому порогу и сказали, а что если мы как-то по-другому позволим не выходить за пределы определенного порога. И в качестве некой интуиции они использовали идею, что обновления параметров должны быть маленькими относительно, скажем так, колебаний веса как таковых. То есть еще одна техника, которая работает с весами. Мы, по сути, выкидываем вот этот тюнинг, вот этого гиперпараметра клипинга. Мы просто говорим, нам он не нужен. Мы будем изучать нормы градиентов и нормы параметров. Нормы, просто меры величины вектора. И вот этот вот adaptive gradient clipping, он исходит из чего? Что мы берем некое отношение нормы градиентов к норме весов, слоя, и вот это и обеспечивает некую простую меру, насколько один шаг градиентного спуска изменяет входные веса. Понимаете, достаточно интересная идея. Она может быть, кстати, много где еще использована. Это тоже хорошая такая техника, которая совмещает, мне кажется, преимущество. Мы же часто клипинг вставляем куда-то в оптимизатор. Но это вот чуть больше роли оптимизатора мы как будто бы берем на себя. Смешиваем эту технику вместе с оптимизационной. Я не буду на ней очень долго останавливаться. В статье очень подробно про это написано. Но суть в том, что даже этих техник не хватило, чтобы уверенно ворваться. То есть они все вместе нивелировали преимущество бачнорм в том или ином виде, заменили его собой, то есть поработали со всеми разными аспектами. Но дело в том, что те самые последние EfficientNet модели, AmiObanNet, они использовали еще разные хаки и трюки продвинутые, без которых невозможно было их побить. И сейчас речь пойдет о них. Эти трюки относятся в целом ко всем моделям современным в Computer Vision и могут быть использованы в дальнейших исследованиях, например, вами, если вы когда-то будете Computer Vision заниматься, даже в каких-нибудь трансформерах, то есть безотносительно вот этих вот ветвистых, разнеподобных иерархий, к которым я до этого шел. Соответственно, нельзя было взять за основу EfficientNet, чтобы применить Neural Architecture Search. Почему? Потому что EfficientNet содержал DeepFight Convolution, который плохо сочетался с масштабированием весов. То есть, грубо говоря, авторы не смогли взять EfficientNet с нуля и применить к нему все свои техники. Они вместо этого сделали шаг назад, взяли в качестве бейзлайна немножечко другой набор моделей, который был, скажем так, SOTA пару лет назад, и начали менять его. И вот сейчас я про это поподробнее расскажу. А при этом они взяли немножко другую цель, как я уже сказал. То есть не минимизацию теоретических флопс, как это было в случае EfficientNet, а TrainingLatency на конкретных акселераторах. Возможно, если бы они оптимизировали флопс, возможно, они бы и не победили EfficientNet. Я не знаю. Мне иногда кажется, что метрику меняют, чтобы все-таки статья прозвучала. Но, может быть, они были движимы благой целью. Не буду авторов из DeepMind ни в чем плохом обвинять. Итак, в качестве бейзлайна была взята модель SE ResNextD. То есть чувствуете, это какая-то модификация ResNextD с еще дополнительной спецификой. Я в нее тоже не буду углубляться. Просто поверьте, что она была. Дальше были выбраны некоторые гиперпараметры. Например, ширина группы. Это количество путей в одном блоке ResNext. Это так называемый Depth Scaling Pattern. Это глубина количества слоев в отдельных больших блоках. То есть это тоже может быть гиперпараметров. То есть они не одинаковые глубины в каждом блоке. А вот, например, они постепенно нарастают, потом уменьшаются или просто постепенно нарастают. И некоторый паттерн ширины. Они были изменены, сразу скажу, в бейзлайне. Я не знаю, чем там руководствовались. Наверное, каким-то первым ручным тюнингом гиперпараметров. А после этого уже были применены техники NAS. Соответственно, первый bottleneck выглядел примерно следующим образом. То есть он отличался, например, от классического ResNet следующим образом. То есть ширина нарастала следующим образом в блоках. То есть сначала мы имели 256 ширину, потом 512, потом 1536 и потом 1536. В ResNet ширина обычно нарастает сверху вниз. Здесь мы немножко стабилизировали. То же самое с глубиной. Здесь был выбран очень простой паттерн, чтобы тюнить это все одним гиперпараметром. То есть в каждом большом суперблоке были выбраны маленькие глубины для подблоков 1, 2, 6, 3. И они повторялись n раз. Вот это n, количество таких больших повторов, тоже стало гиперпараметром. Я понимаю, что я сейчас вам сообщаю такие подробности. Возможно, они не самые важные и главные. Но вдруг вы будете читать эту статью, вы сейчас заинтересовались. Может быть, вы вернетесь к этому видео и вспомните какие-то мои рассказы. При этом вот так выглядит один из таких блоков внутри. То есть такие блоки повторяются много-много-много раз. Это примерно повтор картинки с предыдущего слайда, только повернутый напи пополам. И здесь мы видим, что используется так называемый squeeze and expectation блок. Очень интересная архитектура. Отдаленно, мне кажется, чем-то напоминает она трансформер уже. Дальше здесь используется скалированная активация. Это самое масштабирование весов, несколько раз перемежаясь с 3х3 свертками. И по краям в начале и в конце bottleneck у нас стоят свертки 1х1, которые тоже позволяют нам сделать такой некоторый мини-пулинг. Кроме того, на побочной ветке у нас висит точно так же. То есть это не просто skip connection какой-то. Там тоже у нас висит 1х1 свертка, average pooling. То есть все достаточно хитро. По краям у нас висят альфа и 1х1 скаляры, которые тоже будут определенным образом выучены. И вот эти два типа блоков, один с простым skip connection, другой с немножечко усложненным, они чередуются в предыдущей архитектуре. То есть это если вам вдруг интересно очень, что внутри. Но на самом деле уже это не очень даже интересно. Потому что по сути речь идет о семействах моделей. Вот это семейство моделей, это вот начиная от классических VGG, заканчивая последними, оно по сути растет в глубину, простите, не в глубину, растет ввысь, в этой стопочке, повторяя одни и те же паттерны. Я, наверное, даже пролистую следующую картинку для ускорения некоторых рассказов. Вижу, уже много времени занял. У всего этого есть имплементация. Если вам интересен детальный код, я очень рекомендую JAX имплементацию от авторов. Надо понимать, что в 2021 году все, что делает DeepMind, мне кажется, они все уже делают на JAX. Надо уже ходить читать этот код. Я до сих пор вижу в ОДС, знаете, задают вопросы. А JAX надо учить? Надо, если вы хотите понимать код от DeepMind. Дальше есть коллаб. Вот ссылочка на коллаб, где можно с этим уже поиграться. Сразу с готовой моделькой, рабочий коллаб. Дальше идет PyTorch имплементация, если вы не признаете JAX код с весами. Там чекпоинты, по-моему, предложено, можно все это скачать, попробовать. И еще парочка имплементаций с PyTorch. А мне, если нравится, больше всего почему-то понравилось с точки зрения читабельности, то, что я отметил как Very Good PyTorch. Он очень хорошо написан, его очень приятно читать. Хотя это не самая популярная из ссылок. Дальше, если вы хотите отдельно посмотреть, как работает Adaptive Gradient Clipping, я нашел вот еще одну ссылочку. Там не вся модель, а отдельная имплементация именно клипинга. Также есть, если вы большой фанат Kerasа, есть сломанный пример, который не запускается. Я реально пытался его оживить и реанимировать. Он не работает. Ищут на эту тему висит в репозитории. Но, однако, это может быть хорошим бейзлайном для имплементации в случае Kerasа или TensorFlow. И сырая имплементация TensorFlow, которая тоже, к сожалению, кажется, не работает. Я уже не стал ее запускать. Но там просто эта модель подробно написана, отрефакторена в функции. То есть это можно взять за основу и попытаться все это запустить. Основная проблема у авторов была в масштабировании весов. Что-то она им не удалась при помощи операторов TensorFlow. Мне кажется, там еще нужно что-то доделывать. Здесь можно было бы остановиться. Но нет. Я хочу вам рассказать еще про две техники, которые были в статье. Они были в аддонах к этой статье. И эти статьи, эти два аддона, скажем так, они касаются вообще более общего подхода к работе с функцией потерь, в частности, и к аугментации изображений. То есть вам это очень свежие техники. Они прямо вот этого нового года. И они начали как пожар тоже распространяться по статьям. И, возможно, вы просто о них еще, например, не слышали. Первая из них называется SAM. Sharpness Aware Minimization. Это одна из техник, которая вот сейчас прям обязательно, чтобы сделать SOTA модель. Она есть в EfficientNet, она есть в NFNets, она есть во всех последних статьях. И используется во всех семействах моделей. В чем там суть? Наверное, даже вы такую картинку обязательно видели в течение прошлого года. Где-то она везде мелькала. Меня она тоже зацепила. Идея в чем? У нас есть ландшафт функции потерь. Он такой, как слева, например. А мы бы хотели кататься нашим гранитным спуском по ландшафту такой, как справа. Что, если мы можем сделать некоторую замену в случае расчета градиентов, некую поправочку, которая позволит нам исследовать не ландшафт слева, а ландшафт справа? Идея в том, что мы делаем дополнительный шаг. В Back Propagation я покажу сейчас формулу в следующем слайде. И подбираем тоже некоторый дополнительный набор параметров, которые позволяют нам искать в окрестностях вот этих точек слева, но делать их гладкими, используя, в общем-то, практически поиск ближайших соседей в каком-то виде. Это новая штука. Она удваивает время тренировки вдвое, к сожалению. Это не очень приятный момент. За счет двойного запуска Back Propagation. Она не в чистом виде была использована в статье, о которой я говорю, но во многих статьях используется в чистом виде, как есть в псевдокоде слева. Идея в том, что мы вносим некоторую поправку в расчет наших градиентов и строим некоторую аппроксимацию градиента, по которой уже мы обновляем наши веса. И вот то, как строить эту аппроксимацию, можно подробно в статье про это Сэм почитать. Опять же, про это там есть уже несколько готовых имплементаций. Можно сильно не задумываться, вставить ее и просто держать в голове, чтобы вдвое увеличить время тренинга. Но идея, как я уже сказал, проста. Сглаживание достигается за счет поиска ближайших соседей, между которыми шарпнесс, перепад значений лосфункций не такой большой. Но они чаще всего находятся. Опять же, практически, теоретически, наверное, это обосновать несколько сложнее. А вот идея авторов статьи про NFNET была в чем? Они начали экспериментировать такие. Но вдвое увеличивать тренировку мы не хотим. Мы же экспериментируем с тем, чтобы время тренировки как раз уменьшить. И они стали смотреть, что если взять, например, только сделать небольшую модификацию вот в этом самом СЭМе и использовать его не для всех точек, то есть сделать сэмплирование из батча, например, для 20%, и только на нем посчитать эту поправку, то этого может быть достаточно. То есть я утрирую, конечно, но идея в том, что делать аппроксимацию этих градиентов не на всем батче, а делать это как бы на подвыборке еще из батча. Например, батч размером 32 делаете, это, например, на 8. И таким образом вы не вдвое увеличиваете количество времени тренировки за счет двойного бэкпропа, а как бы у вас 1x и 20% от этого x. То есть в 1,2 раза увеличиваете время тренировки. То есть они, по сути, нашли некоторый баланс. Да, это не полный СЭМ, он дает, но по правилу Паретта, 20% усилий, внезапно дало нам 80% бустинга. Вот такой вот перевернутый мир, как иногда бывает. В случае вот этого ускоренного варианта Sharpness Aware Minimization очень, мне кажется, интересная штука. Именно в таком виде, в такой модификации надо его использовать. Но надо понимать, что, ребята, это чистая, чистой воды какая-то эвристика. Про нее нет каких-то хороших теоретических обоснований. Она только основана на наблюдении, затем, как и большая часть Deep Learning иногда, мне кажется, на Inspiration, Intuition насчет нашего ландшафта функции потерь. И последнее, last but not least, соответственно, это современные техники аугментации. Я понимаю, что мы уже вышли за час, но держите, напрягитесь, осталось совсем чуть-чуть. И последней вишенкой является аугментация изображения. Вот лежит у вас ImageNet на диске. Вы тренируетесь, например, на биллионе фотографий. Ну, обычно. Но на самом деле хотите на 10 биллионах. И генерить на лету много-много фотографий. Базовая техника аугментации заключается в том, что вы слегка повернули изображение, поменяли там в нем какие-то пиксели, что-то закропали в нем. Ну, и много-много всего интересного. То есть, то, что люди делают в фотошопе, робот может сделать путем простых операторов над изображением. И надо сказать, что во всех современных моделях используется, часто идет перебор. То есть, в качестве гиперпараметра выбирается ряд техник аугментации. И каждая из техник аугментации является одной из точек, один из значений гиперпараметра. И мы таки тренируем наши модели, перебирая техники аугментации. Это, конечно, звучит жестко и во много раз снова увеличивает время тренировки. Но у DeepMind большой бюджет. Это, видимо, позволяет им это сделать. И есть много прикольных техник. Вот в частности, вот в статье, которую я смотрел, там большой эффект давали такие вещи, как рандомная аугментация. И я ее хотел вам сегодня рекомендовать. Очень простая техника. Она имплементируется в три строки. Я видел имплементацию для TensorFlow. В питоне это реально три строчки кода во многом при хорошей библиотеке и кропании изображений. В чем идея? Создатели сказали, а давайте не будем думать, выбирать, как именно мы будем менять изображение. Давайте возьмем 16 популярных техник аугментации. Равномерно их перемешаем в котле. Дальше мы введем два гиперпараметра M и N. Один будет называться магнитюд и будет отвечать за степень воздействия на изображение. То есть, например, в случае большого магнитюда, в случае поворота, мы сильно поворачиваем. В случае маленького – не сильно. В случае, например, контраста, большой магнитюд, сильнее делает контраст. Маленький – маленький. И так далее. Возьмем 16 типов аугментации. Трансформацию, автоконтраст, поворот, отражения какие-то, обрезки и так далее. И будем выбирать любые N из них, где N не больше 16, и применять к ним магнитюд M, при том, что они все равномерно распределены. И оказалось, что эта техника сопоставима со всякими мудреными техниками типа микса, по катауту и катмикса. Это всякие прикольные техники, которые, например, вы видите здесь изображение. Мы взяли, например, котика и собачку, а дальше, например, их смешали или вырезали кусок, или вырезали и обменяли местами. То есть это мудреные техники считаются. Равномерный выбор на различных трансформациях мне очень понравился. Очень крутая штука. Если у вас есть библиотека для предобработки изображений, вот, например, на GVM с этим похуже. Нам сейчас приходится некоторые вещи врапать и делать с нуля. В случае Python, тут все очень хорошо. Думаю, вы все все-таки пишете на Python, и для вас эта проблематика не очень актуальна. Я скажу, что для меня это актуально. Все эти аугментации на GVM приходится нам имплементировать с нуля. Что еще делает, наверное, модель хорошей? Выбор хорошей метрики для написания хорошей статьи. Я к этому выводу пришел после того, как статей 30 пробежал из референс-листа к этой статье. Выбор хорошей метрики, выбор правильной метрики и тюнинг под нее при помощи гиперпараметров. Все делает очень хорошо. Я чуть-чуть, чтобы ускориться, я не буду эти таблицы показывать. Их все показывают, но я не буду время тратить. Я сразу к выводам. У нас был батч-норм, напоминаю. Мы хотели заменить каждую из его стратегий новой техникой. Downscales Residual Branch мы заменили на новую стратегию скалирования с альфа и бета. У нас был большой тренинг на больших батчах. Мы позволяем тренироваться на больших батчах при помощи Adaptive Gradient Clipping. У нас была регуляризация. Мы вернули Dropout и Stochastic Depth применили. И у нас есть другой тип регуляризации, но он имеется. Мы побеждали Миншифт, мы его побеждаем при помощи Вейс-стандартизации. И при этом все эти четыре техники вы можете использовать по отдельности. Я думаю, более того, вы можете какие-то из них использовать и в своих доменных областях. Я не думаю, что только в Computer Vision как таковом. Плюс, что здорово, NF-Net был сотов несколько месяцев. При этом, если в классическом ResNet я, собственно, сейчас чем занимаюсь? Я делаю эксперимент с ResNet, вынимаю из него батч-норм, треню модельки на ImageNet и смотрю, что получается. Я пытаюсь воспроизвести исследование. Авторы статисты сказали, что они взяли ResNet, у них все получилось хорошо, но я не увидел кода именно для ResNet. Не смог его толком найти у авторов. И каких-то чекпоинтов для этого, чтобы взять так, как есть, поэтому приходится проверять ручками. ResNet, благо, я могу себе позволить. Для него тоже можно тренировать подобный Adaptive Gradient Clipping, подобные коэффициенты эскалирования. И, в принципе, подобные модели в усеченном, например, запруненном виде можно применять и на мобилках. Они должны вполне хорошо работать и быстрее, чем классический ResNet. Ну, раз в пять, по моим прикидкам. В том числе, надо понимать, что сильно ускоряется тренинг. Сам по себе тренинг действительно ускорился значительно. И, в целом, если у вас в каком-то сложном виде существует нормализация в ваших моделях, есть шанс при помощи подобных техник от нее избавиться, если вы там активно везде пихаете и бачите нормализацию. Я думаю, это хороший вариант. А также я прошу внимания всех обратить на восходящую звезду AutoML. Я думаю, она доберется до всех доменных областей в том или ином виде. Подготовьтесь к этому заранее. Возьмите свои классические модели. Определите пространство поиска. Начните с простого. Поменяйте какие-то связи, какие-то блоки, какие-то последовательности. Поиграйтесь с эволюционными методами. Натравите reinforcement learning. Мне кажется, если взять какую-то область, взять контроллер, который еще не был затронут. Взять подобный контроллер, поверх него насадите reinforcement learning. Готовая статья. Возьмите меня в соавтор. Я вам помогу с экспериментами. В общем, присоединяйтесь к этой вакханалии. Если у вас остались вопросы, вы еще живы, задавайте. Я закончил. Сейчас почти уложились. Если есть вопросы. Ну, вот тут есть ссылки. Были ссылки, но, собственно, были только гиперссылки. А будет сама презентация где-нибудь уложена вместе с записью? Алексей, подскажешь, как это? Да, значит, запись на YouTube появляется где-то через месяц. Презентацию, если Алексей пришлет, то он тоже туда приложен. Да, я пришлю, конечно. Ну, я еще тоже, не знаю, в Twitter, в паблике выложу. В любом случае, презентацию тоже. Там есть еще, да, там есть и ссылки на саму статью, и ссылки на полезные дополнительные доп. статьи. Так что, как-нибудь мы это все сейчас придумаем, как пошарить. Наверное, в рассылку... Можем, если народу почта понравилась, можем пораньше выложить видео. А можете сейчас в чатки на ссылку на канал? А, так, сейчас разберусь, как бы это сделать. Мне надо будет время, чтобы пошарить и все это сконвертить в PDF. Я сейчас в чат... Давайте я останусь на две минуты после митинга. Ссылку просто на канал даже, хотя бы. А, да, давайте я сейчас это сделаю. Ну, давайте, если... Так, где у нас тут чатик? Я пока... А, вижу. Sorry, я... Мне все время плохо с зумом. Вот вижу чат. Можно меня найти вот так вот. Это никнеймы на гитхабе и в твиттере. Я в твиттер положу, я думаю, презентацию. За Леслав вот так вот пишется. Вот сейчас найти на твиттере. Я думаю, что до завтра я положу презентажку. Я выложу ее какой-нибудь на спикердек и пошарю. Будет удобно листать и скачивать. Спасибо. Спасибо за интерес. Может, еще у кого-нибудь есть вопросы, замечания? Может, вы что-то, знаете, какие-то аналогии увидели в своей какой-то доменной области? Будет интересно поделиться. Потому что я очень мало знаю за пределом компьютер-вижн. Я сейчас расскажу. Поэтому мне было бы интересно, что там может быть применимо? Ну, где-нибудь еще, например, при работе с текстами. Вот мне правда интересно. Из подобных техник. Или уже применяется. И это уже там давно является чем-то обычным. Типа там сглаживание ландшафта. Вот. Было бы интересно. Слышите, если вы вдруг с таким сталкивались. Какого-то есть комментарий на эту тему. Вот видел, вроде бы недавно буквально была статья, где сравнивали свертки для текстов. И их сравнивали с трансформерами. А, да-да-да. В твиттере мелькало буквально вчера. Там что-то еще. Мы типа не сдаемся. Какое-то такое название было. Да-да-да. Да. Идет в том, что происходит смена трансформеров на свертки в тексте. И наоборот, сверток на трансформеры в серии. Вы скорее забыла, значит, такое произойдет. Ну, мне кажется, знаете, были же гибридные. Я вот, ну, насколько успел посмотреть, что есть гибридные архитектуры. Мне больше, вообще в этой статье больше импонирует, даже я за свертки сильно, вот лично я, ну, не держусь. Мне больше импонируют в целом подходы. Я для себя сам открыл, если честно, какой-то такой мир. Потому что я занимался автоэмелем, ну, на классическом эмеле. Но я не ожидал то, в каком виде это, ну, там, существует сейчас. Да, там. Там, я думал, что эти все модели, там, люди ручками как-то себя что-то подбирают. Уже несколько лет, ну, в случае Computer Vision. Нет, трансформеры, как я понимаю, еще не совсем так. Но я, там, смотрел некоторые, там, комбинированные архитектуры. Я думаю, что вот часть методик, мне почему-то кажется, особенно типа NASA, да, могут быть применены для них. Разницы-то особо нет, какие архитектурные элементы изменить. Единственное, что сами по себе трансформеры архитектуры какие-то более плоские по ощущениям, да. То есть они, ну, с паттерном глубины там похуже. И они устроены, ну, топология их несколько иная, да, чем у Computer Vision. Он застыл немножко в этом плане. Но, вот, мне вот это заинтересовало. А клиппинг в каком-то виде с трансформерами применяется? Мне вот интересно. Там такая вообще проблема существует? Или они как-то с ней иначе борются? То есть, или он там не нужен? Никто не сталкивался? Ну, ладно, я вечер, поздно, девять с чем-то у нас, я не буду ответ вопросами вас мучить. Вот, если, может, еще какие-то есть замечания, пожелания, спрашивайте. Если вопросов больше нет, тогда всем спасибо, коллеги, что пришли. Алексей, большое спасибо за доклад, очень интересный был. Спасибо, спасибо всем. Спасибо за возможность, да, я был рад выступить. Вообще миллион лет не выступал на семинарах, очень клево было готовиться ко всему этому. Жду тогда видеозапись. Спасибо, до свидания. До свидания. До свидания.